Сегодня 12 апреля и я хочу показать свою рассаду на стеллаже в квартире. Эта рассада скоро будет переезжать уже на дачу на постоянное место, поэтому я хочу снять это видео и скоро она уже будет расти на даче. На верхнем ярусе у меня помидоры. Это помидоры, которые посажены были для теплицы, поэтому они посажены были раньше. Это на ранний урожай. Они уже вот такие большие. Уже некоторые касаются ламп. Это баклажан. Здесь у меня огурцы на ранний урожай. Ну и в основном здесь у меня сладкий перец. Верхний ярус стеллажа это самый теплый ярус, поэтому здесь у меня стоят в основном перцы и баклажаны. Также у меня здесь колеусы. Здесь несколько сортов. Они очень разные. Окрас листьев разный. Баклажаны. Ну вот и помидоры. Переходим на второй ярус. На втором ярусе у меня растут помидоры, которые будут расти в открытом грунте. Но прежде чем посадить их в открытый грунт, я их буду пикировать в теплицу. И в теплице они будут адаптироваться и ждать, пока минует угроза заморозков. А потом я их высажу в открытый грунт, в грядки. Здесь очень много разных сортов. Да, здесь очень им тесно, очень загущено. Но так я сажаю каждый год. Здесь у меня еще есть катарантусы. Это базилик. И еще перцы немножко. И там возле задней стенки тоже есть перцы и баклажаны. Здесь у меня растут астры. И вот такой вот второй ярус, в основном помидорный. Тоже помидоры уже тянутся к лампам. Я вижу, что их очень срочно нужно уже везти на дачу. На третьем ярусе, самом прохладном, ближе к полу, у меня в основном цветы. Здесь у меня фиалки на проращивание, листочки на укоренении. А в основном здесь петунии. Вот петунии. Здесь в индивидуальных стаканчиках рассажены. Агератум. Бегония вечно цветущая. Табак курительный, который я использую для борьбы с вредителями. Петуния, которую я сеяла своими семенами, которые я сама собрала. Физалис. Земляничный, мелкоплодный. Астра. Эустома. Эустома у меня белая, сиреневая, розовая, разные расцветки. Это пиларгония. Чернобрывцы низкорослые. Чернобрывцы крупноцветковые антигуа. Бальзамин. Виола. И петуния. И катарантус. Здесь еще есть эустома. И холодостойкие цветы чернобрывцы и виолы в основном у меня уже на балконе. Потому что места здесь для них уже нет. Так вот выглядят мои растения на 12 апреля. Вот такие уже они большие. И срочно хотят уже переезжать на простор, в огород. Продолжение следует.